Кабина грузовика в смятку. Водитель в условиях нулевой видимости вырезался впереди стоящий автомобиль. Колонна Камазов везла зерно с сельхозинститута с хоза на элеватор в Караганду. Сильный ветер поднял пыль золотвала. Видимость на дороге пропала мгновенно. Ну это что-то страшное было. Это вообще за столько лет, за 20 с лишним лет вождения автомобиля, я первый раз такое вижу. Видимость вообще нулевая. Ни вправо, ни влево. Вообще не видать ничего. Только Александр остановил Камаз, как в него врезался автобус предприятия Нурказган, который вез людей домой. Кабина машины восстановлению не подлежит. Водителя с переломами ног в шоковом состоянии доставили в больницу. Пассажиров с травмами поэтапно увозили на скорых. Серьезно пострадали несколько человек. Подобная ситуация произошла и на встречной полосе. Водитель китайского грузовика в условиях нулевой видимости влетел в Камаз. Мужчина погиб на месте. Расчищать дорогу из Караганды вызвали бригаду. Всего в этой аварии пострадало шесть машин, которые в течение нескольких часов пытались вывезти с места ДТП полицейские. Трассу перед перекрёстком посёлков Чкалово-Березники тут же перекрыли. Балат Рахинберлинов сам выезжал на место ДТП. Мы получили сообщение. Данный участок дороги перекрыли. На развилке Чкалово-Березники направляли автотранспорт, следующий со стороны Астаны через старый город. Все сотрудники ДТП были задействованы, перешли на ручное регулирование и направление Астаны через старый город. Автотранспорт двигался. Это место на трассе Тимиртау-Астана самое проблемное, говорят водители. Аварии здесь происходят из года в год. Вдоль дороги находится золоотвал предприятия ТМК, а также городская свалка. В условиях непогоды пыль мгновенно поднимается вверх и смогом оседает в низине. В итоге здесь гибнут люди. Всего в этой аварии серьёзно пострадали три человека. Один погиб, семеро доставлены в Тимиртаускую больницу с лёгкими ранениями. Двое из водителей находятся в тяжёлом состоянии в хирургическом отделении. Одному в аварии оторвало ногу. У второго – перелом костей голени, закрытая травма живота с повреждением кишечника. Обоим сделали операцию. Руководство города уже выдало предписание предприятию ТМК, чтобы там немедленно привели золоотвал в порядок, который содержат с большими нарушениями. По факту ДТП сейчас идёт расследование. Анжелика Волкович, Дмитрий Поленов. Новости Тимиртау.